всем привет с вами цска баскет-шоу меня зовут николай ценкевич сегодня мы собрались здесь для того чтобы поговорить с алексеем шведом нашим новичком алексей привет всем привет мы находимся в зале в крылацком наверное самые яркие моменты начала карьеры алексея они связаны с этим залом когда-то выступал за московское динамо наверное впервые тогда российские болельщики оценили насколько классный ты игрок на самом деле и потом в составе химок ты здесь выступал евролиге да было время 10 лет назад я играл здесь за динамо был в аренде потом мы играли один сезон с химками и довольно таки хорошо выступали так что можно сказать практически домашней арены какие первые ощущения вот только-только вернулся в цска с какими вообще чувствами пришел в команду в которой по сути дела начинала свою профессиональную карьеру да какие отличные чувства рад был вернуться сюда начинала баскетбол именно здесь очень много друзей и знакомых остались еще с того времени включая меня включая тебя так что надеюсь у нас все получится будет отличный сезон болельщики нас будут поддерживать еще больше я очень рад ты сам говорил по моему и тренер тудис говорил и президент ватутин говорил о том что вы очень много общались с тренером в частности димитрисом и тудисом можешь рассказать хотя бы так в общих словах о чем были разговоры что интересного можно вот болельщикам донести из этих бесед мы общались с ним несколько раз долго у нас принципе одни и те же цели и димитрис он тренер который ставит самые огромные цели не любит проигрывать и хочет добиться сам максимального результата мне это очень понравилось я тоже также считаю наверно что-то он говорил о твоей роли в команде были какие-то разговоры может быть там выдашь секрет он горю в старте ты будешь выходить или не в старте на первом номере на втором что-то такое вот были какие-то нет мы разговаривали конечно с ними по позициям и по игрового времени но это он главный тренер он будет решать и прекрасно знаешь что я могу сыграть на трех позициях и в принципе для меня нету разницы играть 1 2 3 буду приносить пользу надеюсь на всех трех возвращение в цска насколько сложным было это для тебя шагом или наоборот ты с таким большим удовольствием и с большим желанием пошел вот когда тебе поступило это предложение когда появился этот вариант насколько долго раздумывал то я вообще не раздумывал я в принципе и до этого разговаривал что что именно я хочу прийти сюда и очень быстро мне все это далось и я вообще не раздумывал очень рад вернуться жду начало сезона вот тебя уже елена григорьева спрашивает как приняли игроки и тренера цска вообще вот у тебя была возможность какая-то уже с кем-то пообщаться хотя бы по телефону я так понимаю что лично вряд ли ты успел с кем-то пересечься потому что ты только вот только зашел и прямо сразу к нам в студию сейчас да я общался с ребятами переписывался все меня дружно встретили поздравили с возвращением команду ребята я всех практически знаю играли друг против друга с кем-то мы играли в одной команде очень давно с кем-то недавно с кем-то пересекались сборной так что у нас отличный коллектив и веселый будет команды я буду видел что была веселая переписка в чате игроков очень веселый после этого я понял что будет очень весело ну вот и сейчас готовился к сезону со своим отцом но все-таки вот сейчас прям буквально вот на флажке можно сказать успел вырвать немножко времени для отдыха побывал семьей в италии расскажи немножко вот почему именно туда поехал как время провел классно мы провели сборы тренировались практически месяц там получилось двадцать пять дней и за пять дней до начала уже сборов здесь у меня был было время когда я мог отдохнуть мы поехали в италию сначала поехали таскану побыли там два дня там очень красивая природа просто отдыхали купались кстати бегали тоже каждый день поехали отдыхать и пришлось бегать до и потом мы переехали на два дня в рим потому что я с детства мечтал побыть в риме и почему-то никогда не ездил сейчас там не так много туристов практически все свободно посетили колизей там очень красивая архитектура очень все старые здания и советую съездить туда набраться впечатлений ты в частности тоже говорил когда то что ты фанат не фанат но большой любитель ходить в баню ходил сандуны в свое время вот это остается у тебя сюда все остается мы сейчас ездили в завидово там построили отличные бани где люди знают знают как все это делать чтобы получить удовольствие и я считаю то что там самый лучший бани а виталика фридзона виталика фридзона я не был принципе баня баня это очень полезно и особенно для спортсменов и обычно я хожу раз в неделю париться с вениками в сандуны и это 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 нужное дело болельщики внимательно следят за нашей трансляции и спрашивают если выиграть выигрыш евролигу сделаешь прическу в стиле родмана это федор кукареков спрашивает так не надо меня давайте сначала попытаемся и выиграть а потом уже будем разговаривать даже видишь вот меня прическа например ты понимаешь что это после того как вы выиграли евролигу тоже в некотором смысле был спор это никите курбанова с семеном антоновым пообещал что перестану обманывать себя если выиграем и ролик начнешь отращивать волос было бы где я бы как как вообще меняются твои вкусы со временем вот мы поняли про вкусов кроссовкам у тебя нету какого-то такой привязанности а вообще к чему-то другому в к одежде вообще я очень люблю вот одежду мне очень много одежды чувствуешь вообще что вот действительно ты в какие-то периоды своей жизни одно тебе нравится в какие-то периоды да конечно вот она всегда уходит приходит и в принципе вещь который ты носил там 10 лет назад наше время может опять вернуться и это нормально это происходит всегда во всем мире также люблю путешествовать и люблю вкусный дом как-то вот этот мяч забил ты расскажи чем кому-то расскажу договорились покажешь всем не мне лично какой в какой-нибудь игре обязательно что-нибудь подобное если самый запоминающийся запомнившийся матч в карьере спрашивает иван соболев конечно я скорее всего думаю не не думаю я знаю что это игра за бронзу на олимпиаде любой спортсмен мечтает хотя бы попасть на олимпиаду когда ты борешься за медали особенно выиграешь концерт и запоминаешь момент на всю осташу жизнь что за жест когда забрасываете треху откуда он появился это видимо вот про это да не знаю как то нет на самом деле как-то один раз показал понравилось запомнил и в принципе начал это начал постоянно так делать вот вопрос я от эфи епифанова чувствую в нем подколку некоторую сразу же эту подколку нивелирую если уже понимание как будете играть в защите в цска я считаю что вот многие болельщики недооценивают они это были сезоны когда я был в двойке в тройке по перехватам так что я не думаю что у меня какие-то будут проблемы и посмотрим начнется сезон и увидим алексей спасибо большое очень классная интересная беседа получилось на мой взгляд я надеюсь болельщикам тоже понравилось и ответили на большое количество вопросов еще раз напомню в эфире цска баскет-шоу с нами был алексей швед наш новичок наш новый звездный игрок новый старый звездный игрок потому что алексеев много лет провел в цска а меня зовут николай старый не будет старый знаешь как в америке говорят ветеран дать вам но это значит не совсем ветеран то что мы говорили не тот кто закончил а тот у кого есть опыт большой человек с большим опытом выступление в баскетболе из достаточно большим образом выступление в цска алексей добро пожаловать мы были очень рады тебя видеть спасибо большое за то что пришел и ответил на эти вопросы и следите за нашими социальными сетями будем вам рассказывать о том какие у нас будут еще интересные эфиры надеюсь вы будете за ними продолжать следить и обязательно приходить на матч и поддерживайте нас обязательно приходить всем счастливо пока-пока